Приветствую, друзья! Вы на канале WP Lovers, где мы говорим о WordPress с любовью и на понятном языке. И в этом видео я покажу два способа установки WordPress. Оно является логическим продолжением курса по созданию сайта для бизнеса, но будет полезно и как самостоятельный урок, потому что на моем канале такого видео еще не было. Ну что ж, приступаем, поехали! В одном из предыдущих видео я показывал, как зарегистрировать бесплатный хостинг на Biget. И еще в одном видео я показывал, как зарегистрировать доменное имя и делегировать его на этот хостинг. В том же видео мы создавали такую сущностную единицу, которая почти во всех хостингах имеет место быть. Она называется «Сайты», и смысл ее в том, что на вашем хостинге создается отдельная папка, и на нее направляется доменное имя. То есть, когда кто-то вводит ваше доменное имя в поисковую строку, хостинг делает так, что файлы из папки вашего сайта открываются, ну, проявляются в браузере посетителя вашего сайта. Ну, если очень просто, то вот так. В большинстве хостингов есть функция установки систем управления сайтами. И Biget не исключение. Первый способ будет как раз-таки установка средствами самого хостинга. Я не очень люблю устанавливать WordPress средствами самого хостинга, потому что у меня были на некоторых хостингах с этим проблемы. WordPress устанавливался отвратительно, приходилось его удалять и устанавливать по старинке вручную. И тот способ я тоже покажу. Ну, вроде как на Biget все нормально с этим, поэтому давайте первый способ и рассмотрим. Нужно нажать вот сюда «CMS» — «Установка систем управления». Нажимаем «WordPress» и видим вот такое окно «Сайт для установки». Как я уже говорил, сайт внутри хостинга — это некая сущность, некая папка, в которую будет устанавливаться наша система управления сайтом, в данном случае WordPress. Я выбираю единственный сайт, и на бесплатном аккаунте он такой и будет. Единственный. Домен по умолчанию вот такой. Описание сайта. Ну, я напишу вот так. Логин администратора. Я рекомендую вам делать логин отличный от слова «админ», потому что, ну, админ распространено, и легче будет взломать ваш сайт. Я сделал вот так. «Football 5» добавил и символы, и цифры, чтобы максимально усложнить задачу взломщику. Пароль администратора вы можете сгенерировать вот здесь. Достаточно короткий получается. Но для хранения паролей и для генерации в том числе я использую вот такую вот кроссплатформенную утилиту, которая работает и под Windows, и на Mac, и на Linux. Называется «Kipass». Устанавливается приложение, создается отдельно база паролей, которую я храню в «Облаке». Ну, то есть лет 7 или 8 я уже ей пользуюсь, и она меня не подвела ни разу. Длинные пароли хранятся в ней. Копирую, вставляю, и все хорошо работает. Ну, мы сгенерируем сейчас вот этот пароль. Сюда заполню имейл администратора. Имейл заполнил, и вот эту штуку лучше не трогать на данном этапе. Все создастся автоматически. Мы лучше вручную базу данных настроим на этапе ручной установки WordPress, и нажимаем «Установить». Все, CMS устанавливается, процесс инсталляции, дистрибутива полностью завершится через пару минут. Нажимаем «Закрыть». Ну, и вот, собственно, буквально пару минут действительно прошло, и WordPress установился. Достаточно нажать «Информация», и вот такая информация по нашему сайту появится. Здесь мы можем открыть наш сайт, посмотреть, как он у нас установился. Все вроде нормально. Вот по этой ссылке мы можем зайти в админку WordPress. Вот у нас вход, админка. Это логин администратора, как мы и создавали пароль администратора, и имейл, все данные, которые мы и заполняли. И здесь нам автоматически создали базу данных, ее имя, имя пользователя и пароль. Давайте попробуем войти вот по этим данным на наш новоиспеченный сайт. Вот так. Копируем пароль отсюда. В принципе, когда вы создаете сайт с средствами хостинга, можете и не хранить у себя эти данные. Достаточно, чтобы они хранились здесь, под одним паролем. Я нажимаю «Запомнить меня», нажимаю «Войти». Ну, вот мы с вами в административной части WordPress. Давайте теперь посмотрим другой вариант установки. Для этого я зайду вот сюда же, нажму «I», и могу нажать здесь «Удалить», а могу нажать вот на это ведро, и все удалится. Удалить CMS. Нажимаю «Также удалится база данных», нас предупреждают. Эта операция удалит все файлы в директории вот в этой. Нажимаю «Удалить», меня это устраивает. Ну и все, CMS удалилось. Достаточно все просто и быстро средствами хостинга устанавливается, как вы можете видеть. Ну и следующий ручной способ установки. Переходим на сайт wordpress.org. Ссылки все я оставлю, естественно, в описании, как на предыдущие уроки, так и на WordPress. И нам пишут, что WordPress доступен на вашем языке. Русский язык, почему бы нет? Переходим на этот вариант странички. Скачать WordPress. И нас интересует вот эта вот штука «Скачать WordPress». Нажимаем. Я сохраню в эту папку, вы выбираете свою, и нажимаю «Сохранить». Через несколько минут WordPress закачается на ваш компьютер. Ну а мы пока что подготовим, как говорится, почву. Нажимаем «Файловый менеджер» и ждем, пока он загрузится. Пока загружается файловый менеджер, перейдем вот сюда. «MySQL» — «Управление базами данных». Нажимаем. И нас здесь сразу встречает такая опция, где мы можем создать базу данных. Вот это имя будет по умолчанию, потому что это ваш логин. Вот он. А пароль вы тоже либо генерируете, либо придумываете и пишете сюда самостоятельно. Я напишу «WP-тест». Главное, чтобы имя базы данных было не длиннее 16 символов. Ну, давайте считать. 15 символов у меня получается, и это подходит. Сгенерирую пароль. Ну, вот такой пусть будет. Скопирую себе его в текстовый документ. Я этот сайт, естественно, удалю и переустановлю на другую версию, чтобы вы, конечно же, не видели этих данных, как это будет все выглядеть. И пишу для себя комментарий. Ну, мой тестовый сайт, например. Комментарий будет выдаваться вот здесь. Здесь это на тот случай, если будет несколько баз данных, и чтобы вы случайно какую-то базу данных не удалили, чтобы как-то было просто идентифицировать. Галочка пусть это так и стоит. Нажимаем «Добавить». На бесплатном хостинге Biget доступна всего лишь одна база данных, но нам этого, в общем-то, вполне и хватит. Ну и вот, у нас есть база данных, она создана. Тем временем у нас загрузился файловый менеджер. Загрузится он у вас, скорее всего, вот на корневой папке, вот на этой. И здесь будет ваш сайт. Это папка технического сайта, технического домена от Biget, который предоставляет Biget для тестов. И, как я показывал в видео про делегирование домена, мы удалили этот сайт, чтобы он нам не мешал создать другой сайт. Но если вы пользуетесь платными тарифами, то у вас будет возможность создавать еще сайты. Ну и вот, вот она моя папка. Папка с моим будущим сайтом. Я нажимаю дважды и перехожу еще раз вот в эту папку public.html. Это означает, что сюда, в эту папку, мы складываем все, что должно быть публичным. Ну, естественно, наш сайт должен быть публичным. Выделяем вот этот вот индекс php файл или правой кнопкой мыши щелкаем и нажимаем «Удалить», либо нажимаем клавишу «Делит». И нас спрашивают, вы хотите удалить? Да, мы хотим. И все это дело удаляется. Теперь переходим вот в эту панельку. Вот так вот, чтобы она была выделена, белая. И нажимаем «Загрузить файлы». Выбираем наш файл с WordPress, наш архив. Нажимаем «Открыть» и нажимаем «Загрузка». Пошла загрузка. Нужно дождаться, чтобы загрузка была 100% и статус с зеленой галочкой. Ну вот, загрузка завершена. Нажимаем «Закрыть». Для чего я закачал архив вот сюда, в корневую папку? А все для того, чтобы удобнее было, ну, копировать файлы туда, вот в нашу папку с нашим сайтом. Потому что сейчас вы увидите, что произойдет. Нажимаем правой кнопкой мыши и жмем «Распаковать архив». Путь для получения. Нажимаем «Ок». Появилась папка WordPress. Если бы мы распаковали этот архив сюда, то файлы бы все распаковались в папку WordPress. Я не понимаю, почему до сих пор прям не положат в сам архив все файлы. Было бы это гораздо удобнее распаковывать это все дело. Но работаем с тем, что есть. В WordPress папку заходим. Нажимаем «Ctrl-A». Нажимаем правой кнопкой мыши и жмем «Копировать». Не «Создать копию», обратите внимание, а «Копировать». Если нажмете «Создать копию», то создастся копия всех файлов в этой же папке. Мы же хотим скопировать. «Копировать» вот сюда. Да, окей, хорошо, «Копировать». И ждем завершения операции. Ну все, все файлы скопировались. Здесь мы можем подняться на уровень выше. Выделить с зажатым «Ctrl» обе вот эти вот папки. Ну, точнее, папку и файл. И нажать «Удалить». Ну вот, у нас все готово для установки WordPress. Теперь нам необходимо перейти по адресу нашего сайта. Запускается мастер установки WordPress. Нам пишут, что нам понадобятся вот эти вот штуки. В принципе, мы с вами это все уже сделали. Нажимаем «Вперед». Имя базы данных. Вот сюда мы как раз-таки и вставляем имя базы данных, которую мы создали на предыдущем этапе. Копирую, вставляю сюда. Имя пользователя базы данных у нас аналогичное. Вставляю тоже. Пароль базы данных. Я пароль вот сюда вот вставлял. Поэтому копирую отсюда, вставляю сюда. И сервер базы данных. «Локал хост». Вот он, «Локал хост» — сервер для подключения. На некоторых других хостингах этот сервер может отличаться. Поэтому, скорее всего, у вас в мастере создания баз данных будет этот сервер. Для подключения копируете его и вставляете сюда. Но в моем случае он по умолчанию. И префикс таблиц. Префикс таблиц нужен, если вы хотите установить несколько копий WordPress в одну базу данных, то тогда нужно поменять это значение. Но я крайне не рекомендую устанавливать несколько копий WordPress в одну базу данных. Они будут работать значительно медленнее. Потому что много данных, когда в одной базе данных. Замедляется работа с этой базой данных. И префикс таблиц я рекомендую заменить на какой-то свой. Возможно, сделать какую-то случайную генерацию префикса. Там буквально из четырех символов. Ну, какой-то вот такой можно префикс задать. Это для безопасности будет лучше, чем если бы вы оставили префикс по умолчанию. Я нажимаю «Отправить». Нам пишут, что все в порядке. Успешно прошли эту часть установки. База данных существует и все такое прочее. Нажимаем «Запустить установку». Пишем здесь название сайта. Я написал «Мой тестовый сайт». Имя пользователя. Я напишу такое же, как и в предыдущей ситуации. И пароль нам вот здесь WordPress уже сразу сгенерировал. Можно, в принципе, его скопировать и сохранить себе куда-нибудь. Вот так. Заполняю имейл администратора. И вот эта галочка нам говорит, что попросить поисковой системы не индексировать сайт. Если вы боитесь, что поисковики, пока вы будете свой сайт разрабатывать, считают ваш сайт или проиндексируют ваш сайт, то установите эту галочку. Ее в дальнейшем можно будет снять, когда вы разработку закончите. Ну, давайте поставлю и покажу, где ее снять. Нажимаю «Установить WordPress». Ну вот и все. WordPress установлен. Желаем успешной работы. Нажимаем «Войти». Вводим наш логин, который я сохранил сюда заранее. И пароль, который нам сгенерировал WordPress, либо вы придумали его сами. Придумывайте пароль и логин сложнее, чтобы было сложнее взломать ваш сайт. Нажимаю «Запомнить меня». И нажимаю «Войти». Вот мы осуществили первый вход в WordPress. Давайте покажу, где включить, чтобы индексация вашего сайта началась. Для этого наводим мышку вот сюда, «Настройки» и «Чтение». Ну и вот она наша галочка «Попросить поисковые системы не индексировать». Снимаем эту галочку, нажимаем «Сохранить изменения». И с этого момента сайт будет доступен для индексации поисковыми системами. Ну вот мы и установили с вами WordPress двумя разными способами. Пользуйтесь, каким удобно. Вторым, конечно, немножко дольше, но зато надежнее 100%, что WordPress установится правильно и хорошо. В следующем видео мы подготовим базового WordPress для создания сайта. Удалим лишнее, установим нужное, ну и сделаем базовые настройки. Напоминаю, что плейлист по созданию сайта для бизнеса в описании к этому видео. Смотрите предыдущие уроки. А я желаю вам успешной установки WordPress. До встречи в новых видео и хорошего дня.